Привет, умники! Сегодня поговорим о постепенном исчезновении фисташек на наэлементах памяти для спутников и об изменении эталонного килограмма. Подробности далее. Американские ученые бьют тревогу. Урожай фисташек в этом году упал вдвое, что составляет 20% от мирового объема. Такими темпами в недалеком будущем мы останемся вовсе без фисташек. США является одним из двух основных производителей фисташек, но из-за сокрушительной засухи в Калифорнии урожай в этом году сократился вдвое. Тем временем в Иране, который является другим ведущим производителем, также свирепствует засуха, так что эксперты предполагают падение объемов урожая как минимум на 20 тысяч тонн. И дальше будет только хуже. Убыв и фисташки постепенно присоединяются к таким продуктам, как шоколад, красное вино, кофе и миндаль, которые становятся все труднее вырастить в нашем жарком и сухом климате. Ученые Института функциональной ядерной электроники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и университета Джорджии совместно разработали новую технологию создания магнитных элементов памяти нанометровых размеров, которые могут найти применение в космической и военной технике. Новые магнитные элементы представляют собой треугольники со сторонами в несколько сотен нанометров, состоящие из железа никелевого сплава. Ячейка логики памяти на основе нанотреугольника может успешно использоваться в космической и военной отраслях, так как обладает не только радиационной стойкостью, но и малым размером. Его использование возможно и в бытовой области, где оно позволит значительно снизить потребление энергии. Килограмм. Единственный из оставшихся единиц измерения системы СИ, которая до сих пор определяется через материальный прототип. Сейчас ученые начинают работать над тем, чтобы выразить единицу массы через универсальные физические константы. Эталону килограмма 127 лет. Он находится в парижской палате меры весов под замком и тремя стеклянными колпаками, между которыми поддерживается технический вакуум. Для современной науки зависимость от этого предмета – большая проблема. Физик Штефан Шламенгер из Национального института стандартов и технологий намерен избавиться от этой зависимости и описать килограмм через постоянную планку, которая отражает связь энергии фотона с его частотой и может быть выражена через массу с помощью знаменитого уравнения Эйнштейна – Е равно МЦ в квадрате. Это были самые прогрессивные новости науки на сегодня. Пока-пока.